Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Вопреки санкции, на Фондоке модернизируют производство. Было закуплено новое оборудование, в частности, это лидные отделки. На что делают ставку? Миллион алых роз за копейки. Мошенники создают в социальных сетях фейковые аккаунты онлайн-магазинов. Прежде чем купить товар, проверяйте отзывы о продавце. Почему скупой платит дважды? Есть вопрос – дадут ответ. Адвокаты проведут бесплатные консультации. Все профессионалы высокого уровня, многолетним опытом работы. Куда обращаться? А также избирательный кодекс, положительная характеристика, и контрастная погода. Синоптики прогнозируют на выходные сильный ветер, что покажет столбик термометра. Денежное дерево. На Фондоке увеличилось производство мебели. Только за декабрь выпущено на миллион шестьсот тысяч рублей. Все это благодаря масштабной модернизации. Новый лесопильный цех – лишь часть апгрейда. Ставку делают на производство эксклюзивной продукции. С подробностями Ольга Васенда. В новом лесопильном цеху Фондока кипит работа. Процесс налажен до мелочей. От разделки до сортировки досок. Современное техническое оснащение позволяет значительно снизить себестоимость сырья, но увеличить объемы производства. Мощность – 2500 пиломатериалов в месяц. В модернизацию за последние два года предприятие инвестировало свыше 10 миллионов рублей. Кроме этого, на самой мебельной фабрике было закуплено новое оборудование, в частности, это линия отделки, которые позволили тоже увеличить и объемы, и существенно разнообразить нашу линейку мебели. «Фондок» выпускает мебель исключительно из натуральной тревесины, и мы плотно заняли свою нишу. В 2022-м здесь в три раза увеличился выпуск мебели. Только за декабрь произведено на 1,6 млн рублей. На фабрике установлено и дополнительное оборудование по изготовлению дверей из массива дерева. Ставку делают не только на массового потребителя, но и предлагают эксклюзивные варианты. Благодаря полному циклу производства предприятие выигрывает на рынке по ценам. «У нас появились перспективы объемов выпуска продукции, новый дизайн мебели, дверные полотна нового художественного изготовления начались из массива сосны, ольхи». В планах реализация программы по модернизации сушильного оборудования и фанерного завода. Это позволит увеличить объемы продукции на 12%. В мебельном цеху также установят станки для изготовления стульев. Наладить производство планируется к концу года. «Наше комическое управление максимально проводит работу по поддержанию торговой позиции на рынках постсоветского пространства. Это в направлении Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана. Ведутся переговоры, совершаются визиты, посещаем выставки. Также продолжаются отгрузки на европейский рынок тех видов товаров, которые не попали в санкционный список. Непосредственно это мебельное направление. Отгрузки ведутся как в Германию, так и в Польшу». Модернизация деревообрабатывающих предприятий, которое проводится по решению президента, в разы увеличила их конкурентноспособность. Государство инвестировало в эту сферу более 4 миллиардов долларов. Значительный вклад в техническое переоснащение внесли и сами заводы. Как результат, объемы производства стали больше, глубина переработки сырья превысила 90%, плюс в разы увеличился ассортимент импортозамещающей продукции. Ольга Васента, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Сторос по 50 рублей и мошенники разводят белорусских мужчин в интернете. Аферисты создают в социальных сетях фейковые аккаунты онлайн-магазинов по продаже цветов. Клиентов заманивают низкими ценами и небывалыми скидками. А после предоплаты просто-напросто перестают выходить на связь. За последние несколько недель жертвами стали свыше 20 человек. Чтобы не стать жертвой мошенничества, не переходите по сторонним ссылкам при покупках в интернет-магазинах. Прежде чем купить товар, проверяйте отзывы о продавце. Следует воздержаться от усиления онлайн-платежей, связанных с предоплатой и перечислением задатков. Недавно появилась еще одна схема мошенничества. Аферисты под видом валютчиков меняют белорусские деньги на фальшивые доллары или евро. Уже есть пострадавший. Административная ответственность, напомним, грозит всем участникам сделки. Штраф до 5,5 тысяч рублей. Всенародное обсуждение, сильный ветер и полная картина. МВД Беларуси задействует дроны для обеспечения общественного порядка. Как это будет работать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вступил в силу обновленный вариант избирательного кодекса. По новым нормам у кандидатов не должно быть иностранного гражданства, карты поляка или других подобных документов. Увеличен с 35 до 40 лет возрастной ценз для претендентов на пост главы государства. Один человек может быть избран президентом не более двух сроков. Изменяется распорядок досрочного голосования. Добавлены положения о Всебелорусском народном собрании. МВД Беларуси задействует дроны, в том числе и ударные, для обеспечения общественного порядка. Уже созданы специальные подразделения по использованию беспилотно-летательной авиации. Закуплено необходимое количество оборудования. Ведь далеко не любую местность, например, болотистую, можно быстро проверить силами нарядов. Опубликован проект политической партии «Белая Русь». На официальном сайте организации заработала и форма обратной связи с гражданами. Каждый сможет задать интересующие вопросы, внести предложения и пожелания. Их обязательно учтут при подготовке финального варианта программы. Народное обсуждение будет проходить в таком же формате, как и в преддверии референдума, по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Минобразование установило форму характеристики выпускника. В документе должна отражаться информация о личных и моральных качествах, участие в различных организациях, акциях, спортивных состязаниях, выставках и олимпиадах. Здесь же укажут о дисциплинарных нарушениях, если они имеются. Учреждение образования обязано выдать справку в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса. В первые выходные марта синоптики прогнозируют оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Возможны порывы до 20 метров в секунду. На большей части территории пройдут осадки, дождь и снег. На дороге местами ожидается гололедица. Ночью прогнозируется 5 градусов мороза, днем до 5 тепла. На следующей неделе будет без существенных температурных изменений. Дела семейные. Адвокаты в понедельник проведут бесплатные консультации. Акции действуют в преддверии Дня женщин, поэтому обращаться к специалистам за юридической помощью могут только представительницы прекрасного пола. Главное, чтобы вопросы не были связаны с ИП и не требовали ознакомления с документами. Консультируем мы по гражданским экономическим делам. Консультация работает более года. У нас в составе 6 адвокатов. Все профессионалы высокого уровня, многолетним опытом работы. Поэтому, если обратитесь, то получите качественную и квалифицированную юридическую помощь. Как показывает практика, большинство вопросов во время таких акций связаны с семейными отношениями, социальной поддержкой и трудоустройством. Адвокаты ждут по адресу Октябрьская 149А с 9 до 16. Гимнастика для ума на все времена. 17-летняя горожанка стала мастером спорта Беларуси по шашкам. За плечами Анастасии Соколовой победы на республиканских состязаниях, чемпионатах Европы и мира. Премудростям древней игры обучают в клубе «Юность». О тактическом ударе Татьяна Горбач. С3 на Д4, Ф6 на Ж5. Шашечный дебют Анастасии Соколовой начинается в 8 лет. Ежедневная партия с отцом – прекрасная семейная традиция. Тот самый случай, когда увлечение игрой перерастает в настоящее мастерство. В свои 17 девушка – многократный победитель областных и международных турниров. В копилке – призовые места чемпионатов Европы и мира. На днях подтверждено звание мастера спорта Беларуси по шашкам. Шашки для меня – это целый мир. Мне нравится путешествовать, нравится размышлять и нравится тому, что шашки учат дисциплине. Когда-то она делала открытые показательные игры, проходили они в театре. И очень много взрослых людей садилось с ней играть. Тогда она была только кандидатом мастера спорта. И они проигрывали, но говорят, мы достойно проигрывали, потому что проигрывали девочки кандидату мастера спорта. Преподает юным чемпионом международный мастер по шашкам Николай Кадесников. В клубе юности занимаются ребята с шести лет. Изучают комбинации, проводят тренировочные партии, разбирают ошибки. Каждому индивидуальный подход. Шашки – это наука и спорт, и искусство. Наука, потому что много сложных элементов. Искусство, потому что много красоты. И спорт, потому что очень тяжелые бывают партии и очень сложно их играть. Шашечные тренировки развивают многие необходимые для жизни качества. Логику, память, внимание, способность концентрироваться, самодисциплину, абстрактное мышление, творческую фантазию и сообразительность, а также настойчивость и решительность. Но учиться играть никогда не поздно. Для меня шашки – это понимание, мышление, так как я начала понимать русский, истории, географию, также художество, так как мы изучаем много комбинаций. В Бобруйской школе шашек есть чем гордиться. В активе победы на республиканских состязаниях, чемпионатах мира и Европы. Одна только Вера Хвощинская за год завоевывает больше наград, чем вся Могилевская область. Сейчас ребята готовятся к первенству Беларуси. Татьяна Горбыч, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!